Воссоздать бульвар таким, каким его задумывал и строил адмирал Лазарев, каким видели это пространство севастопольцы на протяжении нескольких эпох. Именно такую задачу ставил перед собой благотворительный фонд «35-я береговая батарея», начиная реконструкцию. И вот сегодня на самый первый бульвар города вернулись величественные мраморные львы, охраняющие южный вход, фигурка мечтательного мальчика с корабликом, лазаревская беседка в мавританском стиле. Перед торжественным открытием журналистам предоставили возможность оценить качество и размах проделанной работы. Обновленный белоснежный матросский бульвар – настоящий подарок городу, считает президент благотворительного фонда «35-я береговая батарея» Петр Николаев. Подарок, да, действительно это так, то есть это все безвозмездно передается в пользование города и жителей города, что и сами жители будут за этим следить, и пресса в том числе, акцентировать внимание, если что-то пойдет не так. Но каких-то здесь наблюдателей не планируется. Да, меценаты свою работу окончили. Теперь все то, что они подарили городу, нужно беречь, обихаживать, охранять. По словам Петра Николаева, заниматься этим будет учреждение парки и скверы. И это большая работа. Ведь на матросском бульваре теперь не только одна центральная аллея. Здесь обустроили сеть боковых деревянных дорожек, укрытых в тени сосен. По ним можно выйти на нижнюю террасу, где посетители ждут уютные скамейки с перголами, которые скоро обовьют цветущие лианы. При реконструкции пришлось убрать часть больных и старых деревьев. Но взамен на бульваре высадили новые. В общей сложности здесь появилось более пяти с половиной тысяч растений. Чтобы разнообразные насаждения прижились, на бульвар завезли хорошую почву. Ямы для деревьев пришлось вырубать прямо в скале. Если изначально по плану планировалось высаживать 900 условно зеленых объектов, то в результате их было посажено в разы больше. И когда это все разовьется, вырастет на стандартную длину. Здесь будет очень зелено и навряд ли что-то нужно будет добавлять. Ну, посмотрим. В дальнейшем это уже дело города. Недалеко от центральной аллеи воссоздали летний кинотеатр. Его построили с нуля. Старое строение невозможно было реконструировать. Трещины в стенах прошли до фундамента. Кинотеатр возродили в историческом виде и оснастили высокотехнологичным звуковым и видеооборудованием. Новый образ Матросского бульвара можно сравнить с книгой по истории города, где под обложкой объединяются события и века. Основная концепция бульвара была объединить эпохи. То есть здесь не было генеральной линии воссоздать конкретное время. Мы старались сделать объект гармоничным с точки зрения исторической составляющей. То есть основные доминанты, они так и оставлены с сохранением того стиля, старого стиля. Но добавлены объекты, которые, как кажется, уже отвечают современной эпохе. Это и светильники, и скамейки. Недалеко от самого узнаваемого символа Матросского бульвара, памятника Александру Казарскому, появился памятный знак, посвященный подвигу брига Меркурий. Его создатели хотели наглядно показать, насколько превосходили по размеру и вооружению турецкие корабли. Небольшой, но отважный русский бриг. Матросский бульвар откроется после долгожданной реконструкции уже 1 августа. Это знаковое историческое место, которое дорого сердцу каждого жителя Севастополя. И сегодня мы решили выяснить, как много о нем знают жители и гости города. Первый бульвар города, что вы знаете, какие памятники там находят? Казарскому памятник, памятник Попову на той стороне, на другой стороне. Ну так, архитектурный памятник, там такая красивая беседка. Ну там раньше было очень красивое место, можно было пройтись, прогуляться. Там фонтанчики раньше было, очень свежо было прогуляться летом. А завтра вот он открывается после реконструкции. Пойдете ли оценить? Ну в связи с тем, что, во-первых, он был долго закрыт, а во-вторых, мы свободны. Вот я только закончил практику, то возможно, да, возможно, пройдем прогуляемся. Очень интересно посмотреть. Видел по фотографии, там что-то очень новое, красивое. Осенью на Матросском бульваре со стороны Синопской лестницы обустроят удобный и доступный подход для маломобильных посетителей. Маргарита Чернуха, Анатолий Паньков, Юрий Реутин, Северный форумбюро.